Всем привет! Блендер 2.91. Вот такой вот персонаж Плута. Хочу вставить сейчас в него кости и посмотреть, как у него проходит движение. Именно его походка, его там какие-то прыжки, повороты и так далее. Так, погнали. Здесь кости будем по-другому вставлять. Здесь будет больше костей, потому что персонаж именно мягкий. Так, с чего начнем? Шифт А. Ставим давайте арматуру. Сингл Бон. Теперь выберем InFront опять же. Виапорт дисплей InFront и зайдем в Edit Mode. Так, эту косточку R перекручиваем. S английская уменьшаем. Так, выбираем всю косточку S. И с помощью MOV давайте подставим ее опять к тазу. Так, вот сюда вот так. Делать будем косточки теперь поменьше и побольше. Посмотрим, как это все дело будет так. S это будет маленькая косточка. G или лучше MOV поточнее мы ее вот сюда переносим. И английская R перекручиваем. N панель. Сейчас я включу скрин-коскей, опять же забываем. Вот теперь то, что я нажимаю в этом углу в левом. И будем вот так вот теперь приподняли. Здесь у него будет прогиб. Вот эта спина должна прогибаться у него хорошо прям для анимации. Значит, G уменьшаем еще эту косточку. И погнали E. Побольше их тут сейчас как-то понаставим. И посмотрим, что нам это потом даст. Так, выходим на шею. Сейчас я отключу пока ошейник. G шею точно подставим здесь. E сюда. И здесь побольше прям на шее костей. Пусть мелкие будут, посмотрим. Так, теперь центральная, это будет большая, именно, голова. Что еще сделаем? Теперь из этой головы вытащим еще одну косточку E. Давайте ее отцепим. Это получается Alt-P Clear Parent G. Так, выберем всю кость. С помощью MOV можно ее... Так, не отцепилось. Пардонте. Alt-P Clear Parent. Вот, вот теперь отцепилось. Ставим ее на морду. Опять же перекручиваем. И делаем ее... Так, куда мы ее поставим? А поставим ее вот отсюда аж. Теперь, значит, G уменьшим. И еще раз. Косточек здесь побольше поставим. Выводим. И косточку на нос. Вот таким вот образом. Вот эту косточку связываем с головной. Ctrl-P Keep Offset. Теперь, еще, значит, E вытаскиваем косточку. Опять же мы ее отсоединяем. Alt-P Clear Parent. Ну и с помощью MOV опускаем на челюсть. Опять же, R английское перекручиваем. G где-то вот сюда подставляем. Ну и можно ее все выбрать и нажать S. Теперь G подставляем вот сюда. R перекручиваем. Ну и попробуем еще здесь поставить. Ну, здесь уже поменьше костей. Побольше такие ставим. Три кости хватит. Так, вот эту косточку, вот эту, надо, наверное, вот к этой привязать. Ctrl-P Keep Offset. Ну, если что, потом подкорректируемся. Теперь нам понадобятся уши. Давайте вот из этой косточки E вытянем кость. И ее отцепим. Alt-P Clear Parent. Подгоним к ушам. Так, единица на нампаде. Это уже к уху. Чуть-чуть, наверное, R. И поднимаем выше. Так, тройка на нампаде. Смотрим, где у нее здесь вот, чтобы точно был стык. G уменьшаем. И делаем тоже мягкие уши. Побольше костей, то бишь, ставим. Вот так. И привязываем уши, наверное, к голове. Через Shift-Ctrl-P Keep Offset. Так, это дело есть. Теперь нам понадобится хвост. Вытягиваем хвост E. Отсоединяем Alt-P Clear Parent. Так, и попробовать, не знаю, может быть, в другую сторону. Ну, давайте в другую сторону. Получается, это значит R. Мы ее перекрутим. И G подставим. Вот отсюда начнем вести косточку. R перекручиваем. G вот так вот подставляем. И погнали. Значит, E. Опять же, E. И вот так стыкуемся. Теперь вот эту косточку связываем вот с этой костью. Ctrl-P Keep Offset. Вот так вот. И посмотрим. Может даже переделывать придется. Посмотрим, как пойдет. Вытягиваем теперь E косточку вниз. И ее вот эту косточку Alt-P Clear Parent отсоединяем. Единица на нампаде. Вытягиваем ее на сустав плечо. R перекручиваем. Тройка на нампаде. Смотрим, что получается. Значит так. Это G. И вот это вот G. Здесь вот можно тоже было костей побольше поставить, чтобы как-то мягче это все дело происходило. Давайте для эксперимента поставим по две кости. Так вот. Раз. E. Сюда. Вот так. Вот так по две косточки. Косточка, значит, выходит сюда. Сюда. И здесь будет три кости на ноге. Одна кость уходит, как обычно, на управление ригом. Вот эту мы тоже отсоединяем. Alt-P Clear Parent. И вот эту косточку связываем с этой косточкой. Ctrl-P Keep Offset. А эту кость вот с этой. Ctrl-P Keep Offset. Так. Здесь уже будем отдельно делать ногу. Не будем ее дублировать. Так, вытягиваем. Alt-P Clear Parent. Опять же отсоединяем G. Подставляем подальше. Единица на нампаде. G. Вытягиваем на ногу. Тройка на нампаде. И попробуем здесь тоже побольше костей поставить. По две. Здесь опять же будет три косточки. И четвертое на управление. Alt-P Clear Parent. Связываем эту косточку с этой. Ctrl-P Keep Offset. А эту косточку с тазом. Вот с этой. Ctrl-P Keep Offset. Так, что еще забытое. Ну, в принципе, все. Давайте язык попробуем теперь отсоединить. Это Object Mode. Выбираем персонажа. И находим Edit Mode. Выбираем язык. Английская L. Пи. Отсоединяем. Так, теперь. Тройка на нампаде. Object Mode. Выбираем язык. И нам его нужно перекрутить. Так. Ctrl-Z. Привязываем его, значит, с эту Origin. Пока, наверное, к его геометрии. Попробуем R. Да. И вот так вот, наверное. Вот так. Где-то вот сюда он, наверное, был. А ну-ка. Ctrl-Z. Ctrl-Z. А, нет. Он был подальше. Значит, G. Просто вот так его вытянем. Вверх. Так. А получится его, по-моему, положить в нужное место. Неизвестно, да? Давайте вот так. Как-то так сделаем. Тройка на нампаде. Вытягиваем теперь еще одну косточку. Edit Mode. E. О, мы сейчас выделили, насколько вот эту косточку выделяем. Опять же, E. Alt-P. Clear Parent. Повторяем. Теперь R. G. S. Английская. Так. Это G. R. Так. Уменьшаем и делаем побольше костей здесь. Вот так как-то. И вот эту косточку привязываем, наверное, к челюсти вот к этой. Ctrl-P. Keep Offset. Ну, вроде пока все, да? Единицы на нампаде. Уши есть. Все это есть. Давайте вот эту часть всю скопируем. И делаем какой финт. Значит, Симметрия. Где тут Subdivision? Симметрия. Смотрим, что тут да как. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ctrl-Shift-Z назад. Shift-D. Силчок. Так, если симметрию поставить, то что получается? До хрени. Ctrl-Z. Mirror. X-Global. Так, а если так? Ctrl-Z. Ctrl-Z. Выделяем опять вот эту вот штукенцию. Жмем симметрия. И копируем, что? Shift-D. Что-то у меня не получается. это штукенция. Надо ее еще подкорректировать. Ну, в принципе, все, да? Еще можно глаза завязать на косточки. Так, ну давайте, наверное, сразу глаза вставим, кости. Значит так, от этой косточки вытягиваем E-кость вот так вот и отсоединяем ее Alt-P Clear Parent. Подводим это все дело к глазу. Делаем S. Как бы вот так вот подставляем единица на нампаде наводим на глаз, на зрачок. Так, где он у нас зрачок? И чуть-чуть ниже. Вот так. Тройка на нампаде. Так, это вот он будет, может, с костями с этими срастись. Вот это будет плохо. Ну давайте чуть повыше ее подставим. Теперь вытащим еще косточку E. Вот так вот. Alt-P Clear Parent ее отсоединим и уведем подальше. Вот сюда где-то повышенную подставим. Семерка на нампаде. Ну, нам нужно теперь вот этой косточки сделать как дублирование. Так, давайте чуть в бок отведем. Вот так вот. Теперь Shift-D центральную вот эту ставим, косточку тройка на нампаде. И R ее перекручиваем. Вот так. G можно ее выше приподнять, чтобы видеть. Так, вот эту косточку наверное чуть-чуть все-таки пониже, а эту чуть-чуть наверное повыше. Вот так. Так, ну вот уже есть такое дело. Значит, что? Так, теперь глазную вот эту кость, которая глазу будет глаз вертеть, мы ее вяжем голове через Shift-Ctrl-P, Keep Offset. Так, вот эту косточку слежения жмем вот на эту косточку центральную Ctrl-P, Keep Offset. И вот эту косточку, перекрученную, вяжем тоже с головой через Shift-Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь, ну в принципе все. Нам теперь нужно их просто отзеркалить, как вот эту косточку и вот эту. Выбираем через Shift, семерка на нампаде, делаем Shift-D, щелчок, Mirror X, Global, и перетаскиваем на глаз вот сюда. Ну вот что-то в таком духе получается. Теперь нам нужно поднастроить Inverse Кинематики. Давайте попробуем, заходим в Post Mode. Начнем сразу с глаз, чтобы уже глаза были настроены. Так, выбираем вот эту косточку через Shift, вот эту глазную и жмем Ctrl-Shift-C и жмем Track to слежение. Вот так находим, где тут настройка кости. Так, а если поставить Local Space? Local Space не подкатывает, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Сейчас сейчас будем смотреть, значит, так, вот так, Y, Z поставим. Теперь выбираем вот это, вот эту косточку через Shift, глаз, уже левый, Ctrl-Shift-C и жмем Track to, тройка на нампаде, жмем опять Y, Z. Z. Так, давайте проверим, как все это дело работает. Вот, все нормально, глаза движутся, Ctrl-Z, все нормально, все хорошо. Теперь, Inverse четыре. Так, смотрим, проверяем, не ту кость взял, Ctrl-Z, ох ты, вот это зацепил я. Так, это значит, удаляем вот эту кость на эту. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic и на четыре кости, наверное. Да, попробуем на четыре. Тройка на нампаде, G, что я не ту кость беру. О, вы видите, лапа мягче стала работать, все нормально, Ctrl-Z. Так, что тут у нас получается? Здесь настроено, так, настраиваем теперь вот эту косточку с этой. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic и опять же на четыре кости. Здесь такая же песня, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic на четыре кости. Ну и эту тоже штукенцию. Ctrl-Shift-C и все по накатанной. Так, что еще можно сделать? единица на нампаде, тройка на нампаде, проверяем хвост, значит, хвост. А вот хвост это уже отсоединен, да? Так, а как же так-то? Так, это у нас, значит, центральная, Ctrl-Z. что тут с носом? R, нос рабочий, уши нормально, вот теперь с хвостом, как разобраться-то? Так, что я еще хотел? Давайте зайдем теперь в Edit Mode и попробуем вот этот хвост вот к этой еще привязать. Ctrl-P, Keep Offset, Post Mode, если вот эту теперь косточку будем брать и... короче, что-то здесь тупняк какой-то пошел. Так, зайдем, наверное, в Edit Mode нужно вот эту косточку, если делается в таком духе, привязывать тогда к какому-нибудь какой-нибудь кости, а эту на другой стороне, это вот для шлангов годится. Давайте вот это все пока удалим. Вот так вот. Delete Mode, выберем опять же вот эту косточку Delete Mode и сделаем, как и раньше, E, вытаскиваем косточку, отсоединяем Alt-P Clear Parent, теперь, значит, G, подставляем ее к хвосту, выбираем вот эту часть, верхнюю и погнали опять ее в E. Конечно, хорошо бы, если бы вот этот хвост ровный был, не знаю, как он покажет себя потом при анимации, так, вот эту косточку привязываем к этой опять, Ctrl-P, Keep Offset, Попробуем сейчас привязать язык, вот к этому персонажу, значит, Ctrl-J, что еще тут нужно привязать, уши, тоже привязываем к персонажу, Ctrl-J, и смотрим опять теперь, Ctrl-P, Alt-Automatic Widget, так, ну, с этой частью нужно будет разбираться с головой, так, что тут такое, лапы работают, проверяем уши, так, ага, уши работают, ну, вот, выкрутас тут делает, ломка идет, значит, да, значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z, корректируем, корректируем, теперь, вот, этот RIG, Edit Mode, выбираем, вот, эту косточку, значит, G, ее, еще, поменьше, отводим от головы подальше, ага, вот так вот, единица на нампаде, делаем G, вот такой финт, вот так вот, вот так вот, и вот эту косточку, Subdivision, так, вот эту, Subdivision, подразделим, вот так вот, так, есть такое дело, а вот эту косточку, вот так вот, подставим, вот так вот, отлично, и вот этот тоже увидим в ухо, давайте посмотрим, как работает теперь эта система, так, так, выбираем персонажа, выбираем кости, Ctrl-P, Played Automatic Widget, ну, с башкой я тут еще поработаю, так, что у нас тут с ухом, посмотрим, вот так, ну, вот ухо ломает теперь щеку, и нужно переделывать вот этого персонажа, надо его закинуть теперь, значит, в ZBrush, Rick рабочий, ну, вот нужно поменять вот этому персонажу сетку, отделить нормально глаза, чтобы голова с глазами вот этими, ну, как сказать, не конфликтовала, ну, а так, в принципе, уши, что с ушами нужно сделать будет, сейчас я вам покажу, уши нужно будет ставить, так, вот это Ctrl-Z, Ctrl-Z, уши нужно будет ставить вот в такое положение, так, а вот тут еще какие-то глаза, эти просто нарисованы, что ли, так, смотрим, как веки, что ли, сделаны, ну, короче, надо вот это все дело убирать, вот это второстепенное, глаза вот эти можно просто оставить, и будет все нормально, так, Ctrl-Z, и как нужно сделать уши, да, выбираем уши, до того, как я их объединил, так, edit mode, lp, select, и уши должны быть отдельно, вот это ухо убираем, G, вот так оно выглядит, и хотя бы не сильно, ну, наверное, вот в таком положении ставить ухо к персонажу, вот, вот так вот, и тогда получается, вот это, как вот это ухо, уже здесь не будет ломать, надо еще будет из головы одну кость вывести, вот так вот, сначала в голову ввести кость, чтобы там была, сейчас давайте покажу вам, ну, типа, edit mode, вот таким вот образом надо делать, выбираем вот эту косточку, и заводим ее в голову, теперь вот эту кость G выводим из головы, а это остается в голове вот так, и тогда голову ломать не должно, вот такие еще нюансы вылазят с таким ригом, ну, такая где-то должна быть вариация, так, 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 ну, что, проверим теперь, да, кости, Ctrl-P, wait, automatic, widget, во, смотрим, что с ушами теперь, так, pause mode, ну, а здесь вот настроить веса, и чтобы, ну, когда ухо будет тут, в таком вот положении, все, тут не должно прилипнуть, но если прилипнет, то уже весами подкрасить, чтобы эта часть не двигалась, и все, вот, уши теперь могут работать, настраиваем на уши теперь, какую штукенцию, опять же, пробуем, Ctrl-Shift-C, copy rotation, ставим Copy Location, и вот этой тоже настраиваем, Ctrl-Shift-C, copy rotation, почему они отвязались, и вот так вот они будут, должны двигаться, крутиться, тоже нужно их будет поднастроить, но это в следующем ролике, уже перед анимацией, все, подправлю, разберусь, и вам покажу, как он будет выглядеть, все, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,